Всем привет и приветствую вас на канале Дэнчик Заценит, с вами конечно же Дэн, если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся, тебе не сложно, мне приятно и запомню, добрые дела всегда возвращаются. А сегодня мы посмотрим трейлер к фильму из Дании, это трейлер «Иллюзия побега» называется, выйдет он 25 мая 2023 года, а фильм будет про столичную пару с ребенком, которые ищут идеальное место для жизни и творчества, ну и короче они решаются на эксперимент, они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Ну и все меняет внезапная встреча с незнакомцами до странности, похожими на них самих. Что же может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником, а вы как считаете? Кто кушает, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра, а мы конечно же поехали. Сейчас мы находимся в шведском лесу. Решили сбежать от шума города. Мы решили проверить, сможем ли жить вне социума. Что ты хочешь здесь найти? Хочу найти тебя. И себя. Тайт! Вон там, видишь? Люди? Немо! 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 Ты не моя мама! Прекрати так говорить, слышишь? Мне кажется, что кто-то намеренно пытается все нам испортить. Что за чертовщина? Я хочу домой. Иллюзия побега. В кино с 25 мая. Блин, вот что я хочу сказать. Все же знают, что шведский дом – это всегда опасность. Шведский лес – это смерть. Логично. Зачем тогда перебираться туда? Это должен знать каждый. Ну, что поделаешь. Честно, трейлер такой непонятный. Если честно, такое ощущение, что они будут, ну, больные на голову психическими расстройствами. Но непонятно, что это такое. Но выглядит интересно, стрёмно и прикольно. Я думаю, что это будет смотрибельно. Я, по крайней мере, думаю, что я посмотрю. Трейлер очень сильно заинтриговал. Очень сильно заинтриговал. Поэтому ты напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого фильма. Ты тоже заинтригован или нет? Ставь, конечно же, лайкосик, если тебе понравился видосик. Ставь дизлайк, если тебе видосик не понравился. Нажимай колокольчик, чтобы не потерять. Ну и, конечно же, до будущих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok